Есть другой вариант, а может все-таки найти какие-то точки взаимодействия, сделать уступки по Сирии, по Ближнему Востоку, Иран, там есть позиции по Северной Корее, тогда можно будет разговаривать о некой, ну не перезагрузке, но каком-то там выстраивании конструктивных отношений к Западу, поскольку Запад по российской пропаганде понял, осознал, признал, чуть не улегся там, но и выслушал, и согласился, и мы тогда не зайдем до них, тогда появляются альтернативы типа там Навального, которые выборы, типа демократических выборов, это другая модель, не принятая модель, вот поездка Путина в Макрону, это попытки нащупать, по какому сценарию он пытается общаться с новыми лидерами, заодно, так сказать, извиниться, что вел себя недостойным образом. Например? Ну а как, вмешательство, активнейшее вмешательство на стороне Липен, это абсолютно недопустимая позиция со стороны государства. Ладно, Путин не умеет извиняться, Александр, но разве Путин умеет извиняться? То, что приехал, вот это вот, а, он снизошел, не он к себе позвал кого, а он, это вот, это есть в его представлении, это форма извинений, это, в общем, я приехал, радуйся, сам явился, снизошел. Это форма, то же самое у него было, когда он приезжал, катался на лыжах на Гаверле с Ющенко, тем самым извиняясь за дважды поздравления, дважды несудимого Януковича. Да, это хорошо. Да, у него, это форма, я сам приехал, я готов разговаривать, это форма извинения, в чекистском, российско-чекистском смысле. То есть, вот он сейчас таким странным образом поизвинялся перед Макроном и попытался выяснить, что. С чем ему идти на выборы? Как? Какой концепт принять? То ли мы, значит, во враждебном окружении и будем всех стращать, в основном стращая своих избирателей, если не я, то кто же. Либо мы исполняем чисто мимикрию под некие демократические изменения, тогда будет просто немножко другая телевизионная фабула. Но событие состоялось, он уже надолго вождь России, пожизненно я считаю.